11.06 в Кирове начинается программа Дневной разворот студии Николая Голиков. Всем добрый день, всем добрый день. Мы сегодня говорим так или иначе о вовлечении граждан в решение и городских, и региональных проблем. Оба часа у нас на эту тему. Во втором часе к нам придет Алла Викторовна Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области, и Рустем Хамеддулин, генеральный директор акционерного общества Куприд. И мы будем говорить о несостоявшемся вчера общественном обсуждении полигона в Лубягино. Мы надеемся, что наши гости расскажут о том, о чем они не смогли рассказать вчера на встрече с жителями. Надо сказать, что жители пришли, но не вошли в Дом культуры, где намечалась встреча. Во-первых, их в разы больше пришло. Во-вторых, жителей тоже пригласим, поймем, какая мотивация в ближайшие дни. В первом часе мы говорим как раз о стандартах вовлечения граждан в развитие городов, и не только городов, но и регионов. Вот эти стандарты, которые, видимо, вчера не сработали, а их необходимо применять. И эти стандарты вовлечения граждан с подачи агентства стратегических инициатив и правительства Российской Федерации на прошлой неделе в точке кипения ВЭДГУ в инженерии на Прайберженской 41 обсуждали во время экспертной сессии. Часть экспертов мы пригласили сегодня в студию. Это Михаил Шевелев, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования. Это Светлана Кейкина, координатор проекта «30 скверов». Игорь Багин, один из организаторов движения «Красивый Киров». И Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Коллеги, добрый день. Добрый день. Добрый день. Значит, что происходило на прошлой неделе 30 января? 30 января в полутора десятках городов Российской Федерации в рамках проекта «100 городских лидеров» это проект агентства стратегических инициатив проходили экспертные сессии. Экспертные сессии готовились предварительно, проходили вебинары, консультации. Эксперты заявлялись на эту сессию через программу «Лидер Айди». Это тоже новая такая история, отдельно о ней мы уже говорили. Для того, чтобы обсудить стандарты вовлечения граждан по версии агентства стратегических инициатив и тем, кто делал заказ АСИ, эти стандарты устарели в Российской Федерации. Их нужно менять и менять глобально, менять на законодательном уровне, о чем нам и говорил заместитель министра строительства Российской Федерации вот на этой экспертной сессии в своем приветственном слове. Чтобы за всех все не говорить, мы как раз 4 человека, это достаточно, чтобы сегодня пообщаться. Мы предоставим слово нашим экспертам и, конечно, предоставим вам, слушателю, возможность задавать свои вопросы и высказывать свои суждения. По телефону 211-101, 211-101 у нас прямой эфир. Ну вот, коль ты не был на экспертной сессии, не был вовлечен в этот процесс, но у тебя наверняка возникли уже вопросы. Нет, у меня вопросов как раз не возникло, потому что я уже почитал отзывы об этих сессиях. Они прошли не только в городе Кирове, и, соответственно, их довольно-таки много появилось, в том числе от отзыв одного из участников нашего сегодня разговора Михаила Шевелевой. Как бы суть-то проблемы мне понятна. Вопрос-то в другом, что ведь об этом говорят уже далеко не первый год, уже очень много раз, особенно с тех пор, как оживились вот эти все вот проекты инициативного бюджетирования и прочее, и прочее связанные с вовлечением граждан в какие-то, скажем условно говоря, в управление бюджетом, в управление финансами. С тех пор возникает вопрос, как это регламентировать, что значит собрание граждан, до какой степени оно промощено, имеет ли оно рекомендательный характер, имеет ли его решение обязательный характер и так далее. Этих вопросов за последние, мне кажется, лет 10 накопилось очень много, и мне просто интересно вот то, что вы говорили вот в эту пятницу, да, в Точке кипения. Насколько это может серьёзно продвинуть вот эту вот тему, чтобы она наконец-таки обрела какую-то законченность, какой-то законодательный лифт? Можно я начну отвечать? Ну, по порядку, пожалуйста. Просто, да, я ближе к Николаю, сижу. Я скажу следующим образом. Вы знаете, сама по себе, скажем так, сетёвка оси, которая на сегодняшний день вот через систему лидера ИДИ вовлекает примерно около миллиона, наверное, человек, и её возможности такого массового экспертного обсуждения, это, ну, на мой взгляд, достаточно хороший пример того, что можно услышать экспертное сообщество и что-то придумать такое рабочее. Я, если честно, не совсем согласен с заместителем министра, который выступал, который говорил о том, что вот мы сейчас изменим законодательство и всё заработает, ну, просто потому, что сегодня в 131 законе, в законе об общественном контроле, есть механизмы, которые позволяют вовлекать и разговаривать с жителями. Вопрос самый ключевой и самый главный, который мне часто задают муниципалы, зачем? Мы же наделены властью, мы же, собственно говоря, обладаем полномочиями, у нас для этого деньги в бюджете выделяются. Мы должны это делать, мы должны это знать. И вот понимание того, зачем обсуждать, является такой ключевой проблемой, потому что искренне недоумевают чиновники, почему они должны заниматься тем, чтобы не просто сделать там ливнёвку, дорогу, там ещё там чего-то, а ещё перед этим поговорить. То есть вы считаете нас непрофессионалами, они искренне даже обижаются. И здесь, мне кажется, вот эти вот обсуждения, они позволяют по большому счету задуматься и разбить, что и зачем должно делаться на каждом этапе. Ну там, этап информирования. Нужно информировать или не нужно? А зачем информировать? Там, этап, условно говоря, опроса. Нужно жителей? Не нужно спрашивать, что они хотели бы в этом процессе? Ну, действительно, отвечаешь на этот вопрос, да, особенно когда мы работаем вместе с депутатами, с представителями администрации. У нас была такая ситуация интересная, что администрация говорит «надо». Я говорю «не надо». То есть администрация говорит «давайте граждан вовлекать на этом этапе», а граждане говорят «не надо». Потому что из примеров, опять же, ну, вовлечение и обсуждение ради вовлечения и обсуждения – это бессмысленная потеря времени, а время – это единственная энергетическая составляющая, которая у нас есть. Так вот, когда мы начинаем понимать, что мы экономим время и повышаем качество работы, когда мы в точном месте задаем точные вопросы и получаем точные ответы от жителей, мы на самом деле снижаем риски будущего. Миллион рисков. Ну, первое. Открыли дверь, спросили, ребят, вы хотите в этом поучаствовать? Вы хотите, как бы, поучаствовать там в генплане? Все промолчали. Ребят, не хотите? Мы делаем. Потом, когда начинается возмущение, ребят, вы не пришли, вы с нами не поговорили, мы, соответственно, делали вопросы какие к нам. Да, мы ошиблись, но если бы вы пришли, мы бы с нами поговорили, то, собственно говоря, мы бы не ошиблись. В следующий раз придут, ну, по крайней мере, поймут зачем и придут. И, соответственно, но, и они поймут то, что нам неформально нужно спросить, а нам нужно спросить, получить ответ. И этот ответ применить, опять же, не просто как бы с пользой, а сэкономить время, деньги бюджетные и так далее. То есть, вот когда вот это понимание культуры появится, тогда и стандарт не нужен был, и не нужно было это законодательно вовлекать, потому что это будет, в общем-то, культурой, ну, некоего управления. Когда человек хочет попросить от работника, ну, что-то сделать, он ведь не, там, не придумывает какие-то стандарты, он просто его вызывает и говорит, там, сделай вот это вот, так-то, так-то объяснит, что, где, зачем. Он ему даст вопросы встречные о том, собственно говоря, как мне это сделать, как это лучше делать, что вы точно хотите, ну, и так далее. То есть, происходит диалог, из которого рождается какое-то действие ко всеобщему удовольствию. Вот здесь, по сути, вот это стандарт, ключевое слово стандарт, на мой взгляд, он должен быть не один. Во-вторых, ключевое слово это зачем, соответственно, что такое качество городского управления, то есть, зачем спрашивать-то. Лишний-то раз не надо спрашивать, потому что, ну, опять же, спрашивать, ну, должна быть ответственность у муниципалитета. В конце концов, люди не должны подменять собой и своим временем, и своим общественным участием то, что должны делать депутаты и администрация. По идее, нужно разделить все эти полномочия, и каждый, чтобы занимался своим делом, но ответственно. Ладно, я тут... Так, отлично, очень хорошо. Надо тут сказать, каков был состав экспертной сессии. Экспертную сессию были приглашены представители администрации, обязательно в порядке, представители Кировской городской думы. Были привлечены представители общественной палаты, но приглашали, по крайней мере, просто в этот день проходило много чего обсуждений, и, по-моему, из общественной палаты я только одна была. Так, дальше были представители ТОСов, центров местной активности. Пришли люди, заявившиеся, это бизнес, который занимается ландшафтным проектированием, и были активисты и представители ВУЗа, ВИАТГУ. Но вот сейчас хотелось бы услышать, один активист был, общественный деятель Альянса консультантов инициативного бюджетирования. Кстати говоря, опыт общественных обсуждений в инициативном бюджетировании Агентством стратегических инициатив демонстрировался, как на данный момент наивысший уровень вовлечения общественности в городах. Наивысший уровень вовлечения. Он себя зарекомендовал. Очень важно было пригласить депутатов. Поэтому депутату сейчас слово. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Михаил, у вас какие сложились вот сейчас, какие выводы вы для себя сделали после того, как прошла эта сессия? Ну, формат достаточно интересный. Я могу там первое, что поделиться. Безусловно, наверное, не хватило времени, чтобы рассмотреть все точки. Вот, это первое. Но на самом деле тема действительно острая, потому что даже внутри групп, почему не хватило времени, наверное, львиную долю, во всяком случае, там, в нашей группе, ушло на то, чтобы договориться внутри, о тех каких-то основных моментах, как мы их друг друга понимаем. Поэтому сейчас формат, который есть, там, только публичное слушание, и который имеет достаточно противоречивый характер с точки зрения влияния, он действительно требует пересмотра. Вот, но каким образом это... Это путь непростой, однозначно. И еще раз повторюсь, там, мы даже друг друга, когда в малой группе слышали, я понимаю, насколько тема острая, потому что иногда мы друг друга не слышим, каждый смотрит со своей точки зрения. Нужно в любом случае находить вопросы вовлечения и договариваться. Я согласен с Михаилом о том, что действительно нужно разграничивать и не скидывать все кучу, иначе мы уйдем в другую сторону, когда ряд вопросов будем все время обсуждать, но при этом результата не будет. И это тоже, там, та крайняя точка, куда не надо идти. Вот найти такой компромисс, когда, с одной стороны, вовлекать, но не из серии, когда публичное слушание, приходит два-три человека, и, по сути, проговорили и ушли. Но и не так, чтобы поговорили, и ни о чем, и тоже разошлись. То есть, все-таки должен быть какой-то конструктив. Я думаю, этот формат достаточно интересен. Для меня, например, лично было достаточно структурировано какие-то этапы по взаимодействию и вовлечению жителей, и я увидел очень много полезного. И считаю, что в этом направлении однозначно нужно двигаться вперед. Не всегда, говорю, не все получалось, и там это даже видно по нашей небольшой двухчасовой группе. Я надеюсь, что мы будем встречаться и дальше. Тема точно однозначно не простая, но однозначно она должна двигаться дальше. И эти проблемы вовлечения в общие городские, в оригинальные жители, она должна точно двигаться вперед. Надо сказать, что, если я не ошиблась, четыре депутата было из городской думы на нашем обсуждении. Вы были, Владимир Журавлев был, Сергей Копытин был и Юрий Львович Шлемензон. Четыре человека. Все люди заинтересованы, всех знают наши слушатели. Слово общественным деятелям Светлана Кекина. Надо сказать, что Света работает уже не первый год в рамках своих проектов, хоть я не люблю слово рамки, но в проектах по городской среде и вовлечении общественности. Но это твоя профессиональная деятельность сейчас практически. Я на первом проекте по 30 скверам поняла, что без горожан, без соседей, ну, совсем ничего не сделать. А второе, без власти ничего не сделать. Третье, без коммерции ничего не сделать. Поэтому нужно вовлекать как первую, так вторую, так и третью часть. А как это делать? Например, Ижевск и Казань, они откатали это уже в течение нескольких лет. И у них по благоустройству города очень сильные результаты. О том, что горожане довольны тем, что делается, власть довольна, что происходит, коммерция довольна тем, куда они вкладывают деньги. Вот, поэтому стандарты, они нужны. И очень хорошо, что об этом на законодательном уровне говорится. Что если будет такая практика, тогда уже юристы из тех управлений, из администрации, будут оперировать именно там, что нужно сделать, там, такую-то сессию, а такое-то количество человек спросить, анкетирование, опросы. И вот это вовлечение трехстороннее. А если оно будет в стандарте, это будет, ну, сразу другой уровень городской среды. Вот, что будет, ну, все будут довольны, так скажем. Вот. И для меня вот эта сессия была интересна тем, что я посмотрела на свои проекты и потом их откорректировала, что, ага, то есть информирование на всех этапах нужно делать по благоустройству, что этого не хватает. О том, что, а, а вот вообще-то вот этого не нужно делать. То есть я-то думала, что давайте вовлекать на всех этапах. Нет, я посмотрела, что здесь действительно, ну, не всегда нужно, а вот экономия времени как ресурса, она тоже важна. То есть здесь вовлекаем, здесь мы можем экспертами поработать. Вот. Это тоже был очень такой грамотный. Я не знаю, как потом это все проанализируют и в законодательную, потому что, ну, очень много нюансов, там, собственников территории, документы, ну, то есть над чем работают и как это все, но я верю, что это будет сделано. Ну, специалисты же будут обрабатывать. Да, и надо сказать, что все точки кипения, которые проводили эти экспертные сессии, свои материалы сдали. Я лично его тоже сдала. Значит, я свела все наши матрицы, по которым мы работали, в единый список и посмотрела, естественно, подглядела, чего там у других городов. Сегодня Агентство стратегических инициатив на сайте 100 городов должно выложить сводку того, что получилось у экспертных групп. Работали экспертные группы разной величины, с разным успехом. Я посмотрела на наши матрицы, они очень вдумчивые. То есть, ну, кстати, это надо будет проанализировать, кто как готов, потому что было совершенно очевидно из нашей сессии. Вот Михаил, кстати, отметил, и это правда. Первые 15-20 минут, особенно люди, которые не работали вот так, не раскладывали по косточкам, по полочкам, а что такое общественное вовлечение, был прямо ступор. А с чего начать? А где разложить? Где сделать акцент там, да, действительно? А в какой форме писать предложение? Хоть пункты все расписаны, но как это нужно оформить, эту мысль? А когда мы говорим о стандарте, она ведь должна быть оформлена, всеми принята и воспринята. Значит, сегодня будет сводка на сайте 100 городов, и мы в группе в Фейсбуке и ВКонтакте, в группе «Точки кипения» Вятгоу выложим эту сводку, как только она будет опубликована. Дальше что нам было сказано? Нам было сказано, что в феврале, в марте обработаются эти материалы экспертами, да, и следующий этап какой-то начнется. Потом будет выбрано не менее 10 регионов Российской Федерации, на которых начнут обкатывать эти предложения для того, чтобы обратную связь собрать. И в начале следующего года оформят эти стандарты в законодательную инициативу, которая будет вынесена на уровень Государственной Думы. Вот такой путь. Это комментарий к Светиной реплике по поводу того, как это все будет потом оформляться и до нас доноситься. Игорь Багин, что для тебя было важным в этой сессии? Ну, я соглашусь со всеми гостями, очень все подробно разъяснили. Я хотел сказать о том, что если будет создан какой-то стандарт вовлечения, все равно самым важным останется то, какая у чиновников, например, будет мотивация в этом участвовать. То есть, ну, как сейчас бывает. Сейчас возможности, правильно Михаил сказал, есть участие различное. И даже то, что мы обсуждали на этой сессии, что в каких-то вопросах стратегического планирования, в других вопросах, не помню точно каких, не заложено участие горожан. Но даже сейчас, по закону это не требуется, но возможность у людей участвовать в этом есть. И мы в этом принимаем участие. То есть, какая здесь мотивация у самих чиновников? Потому что они могут найти возможность даже при наличии стандарта его не выполнять. То есть, нужно здесь... Ну да, здесь нужно находить какой-то подход и конструктивное общение в будущем насчет конкретных проектов. Здесь же мы обсуждали еще не все вопросы глобально, а конкретно градостроительную деятельность, то есть генплан. Есть ли, например, тоже запрос на участие в формировании технического задания для генплана у жителей, как они это себе представляют и так далее. То есть, ну, интересно вот сейчас посмотреть, какой запрос есть. Ну вот, в СМИ там прошла информация, что начинает готовить генплан. То, что я видел, это просто там выкрики в соцсетях какие-то, что надо так. То есть, конкретно там какой-то территории никто не подходил. Ну, то есть, этого я не видел. Вот. Поэтому тут... Ну, а мы на сессии, например, работали над планировкой территорий, проектами планировки территорий, тоже специфическая такая сфера, где тоже не на всех этапах нужно участие, это, привлекать жителей. То есть, понятно, там есть какие-то изыскания конкретные, где нужна работа специалистов. То есть, ну, интересный здесь вопрос. А сама сессия, конечно, для меня показалась достаточно такой конструктивной. И вообще, мы тоже у себя в соцсетях писали, что одно из немногих мероприятий за последнее время, где участие приняли и депутаты, и администрации, и общественники, и бизнес. И бизнес, да. Да, и при том это был не просто спор какой-то. Ну, спор был, но он был конструктивный, и он тоже приводил к конкретным результатам. И что больше всего мне нравится, сам процесс куда идет. То есть, если брать какие-то, ну, вот, лично от себя скажу, что я там с 2014 года примерно участие принимаю во всех вот этих городских делах. И раньше была проблема, например, с публичными слушаниями. Ну, не с самими публичными слушаниями, а с проектами. То есть, людей возмущали отклонения. Ну, вот если городостроительную деятельность брать, отклонения от норм. То есть, самое резонансное публичное слушание проходили именно вот по этим вопросам. Сейчас, вот последние пару лет, таких вопросов, ну, я не видел. То есть, сейчас уже на новый уровень мы переходим, мы обсуждаем, ну, конкретно, да, какие-то проекты планировки и так далее. Ну, то есть, процесс, получается, он развивается, ну, куда-то он идет. Ну, эволюционируем все-таки, да? Ну, да, 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 вот я это хочу сказать. То есть, это вообще прекрасно. Да, надо сказать, что мы обсуждали три вида проектов. Первый уже обозначили здесь наши гости генеральный план. Второе – это проект благоустройства, условно говоря, сквер, площадка, двор, например. И третье – это проект межевания, например, территории, да? Разные совершенно по весу проекты, разные по влиянию. И заполняли мы специальные матрицы по каждому проекту. Мы были разделены на этапы эти проекты. Первая инициация – это когда идея возникает, кто-то ее инициирует. Изыскание соцопроса, экспертные оценки и так далее, подготовка к проектированию. Дальше проектирование, согласование и исполнение. И каждая эта часть разбивалась тоже на еще там колоночки. Это вот, например, нужны ли такие этапы, как информирование, консультирование, вовлечение, сотрудничество и наделение властью, то есть принятие решений. И надо сказать, что было очень интересно, что действительно по разным проектам, на разных этапах где-то требуется вовлечение граждан, а где-то нет. Максимальное вовлечение мы видим в проектах благоустройства, а минимальное вовлечение оказалось в проектах межевания территории, например. Там больше экспертам все-таки и законодательной базе уже существующей отдается нам лучше. Можно я здесь добавлю? Дело в том, что проект планировки территории или проект межевания, он может растянуться на несколько лет, например. Кто-то вышел с инициативой, например, размежевать какую-то территорию, и как она дальше будет использоваться, будет понятно через 5, например, лет. Если люди включаются на этапе формирования техзаданий или корректировки техзаданий в один год, и у нас в этапе проектирования или на этапе, когда будет готова какая-то концепция, которую можно будет посмотреть, люди, которые формировали техзадания, они могут уже поменяться, то есть тех людей может не быть. И у других людей может быть другой вопрос. То есть во времени очень сильно растягивается, и это совершенно другой уровень участия. Вот мы сейчас тоже принимаем участие в изменении некоторых региональных нормативов градостроительного проектирования, в части хранения велосипедов в жилой застройке. И нам сразу сказали, что понятно, в этом году то, что вы пришли с идеями, мы через месяц не можем это внести. То есть это будет только через 2 года, через год, и это совершенно другой уровень участия. То есть здесь надо планировать, то есть это не скамейки поставить, например, в течение 2 недели. Это уже всего лишь серьезно. Отличный пример. Сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим с нашими гостями. Дневной разворот продолжается. Николай Горьков, Светлана Заньков в студии. И наши гости Михаил Шевелев, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования, Светлана Кекина, координатор проекта 30 скверов, Игорь Багин, соорганизатор движения Красивый Киров, Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Мы говорим о том, как прошла экспертная сессия по обсуждению стандартов вовлечения граждан на решение вопросов городского развития. Напомню, что прошла она 30 января в точке кипения ВИАДГУ на Преображенской 41. И мы хотим вам рассказать, о чем там шла речь и что мы по этому поводу думаем. Я тоже принимала участие в этой экспертной сессии и со стороны ВУЗа, и со стороны общественной палаты Кировской области. Вот что хотелось бы сейчас отметить. И это, наверное, очень важно на самом деле. Во-первых, для кого эти стандарты, на ваш взгляд? Потому что здесь прозвучало уже людям надо с одной стороны, чиновникам надо с другой стороны. Я не знаю, депутатам надо, Михаил Ковязин. Почему? Ну, я всегда же говорю, депутат, на самом деле, это не какая-то отдельная должность. Это сублимированный представитель того округа, от которого он избирается. Поэтому, по сути дела, я, надеюсь, представляю в целом все интересы 20 тысяч своего округа. Где-то в большей степени, где-то нет. Поэтому, по сути дела, когда у жителей нет возможности лично или есть какие-то разные точки зрения, донести какую-то информацию, вот я считаю, что депутат для этого, для того, чтобы донести. Поэтому, безусловно, этот стандарт нужен для всех, то есть и для представителей аппарата, для того, чтобы понять все-таки же формат разграничения, и для жителей, для того, чтобы им тоже понимать, каким образом они могут влиять на те процессы, которые как бы есть. Поэтому, вот таким образом, я рассматривал участие свое на этой сессии как один из представителей жителей. Как бы, повторюсь там, ну, за счет того, что избранный депутат не как один, а как ту слой населения, которую мне доверили выступать от их имени. В конце концов, эти стандарты, когда будут созданы, депутаты будут одними из тех ключевых лиц, которые будут эти стандарты разжевывать, доносить и вкладывать в головы своих избирателей, да? А можно, да, тоже хочу сказать по поводу стандартов, зачем они и кому нужны. И, как мне кажется, ну, вот мы обсуждали проекты планировки территорий, и не единственная, а главная мысль была в том, чтобы публичное слушание в таком виде, в котором они есть сейчас, перенести на более ранний этап, чтобы мы, там, чуть заранее могли ознакомиться с концепцией, например, а не с готовым проектом, и чтобы была возможность у застройщика, там, за меньше деньги уже внести какие-то корректировки и так далее. Вот. Но людям важно знать, что там публичное слушание и вообще вся эта процедура прошла по закону. То есть при Перескокове, я помню, что... Это у нас бывший глава администрации до Шульгина. Да. При нём убрали документ один, по которому мы могли, ну, администрация сама могла признать публичное слушание несостоявшимися. Когда как раз возник там вопрос по поводу отклонений, там, один из застройщиков, там, эти отклонения через публичное слушание провёл, оказалось, что сделал он это незаконно, и публичное слушание можно было считать несостоявшимися, потому что он там не представил обоснования и так далее. И вот глава администрации на то время, он этот регламент отменил. То есть и... И? И оказалось, что... Всё состоялось. Всё состоялось в итоге, и всё там разрешение выдали, в общем, всё нормально. То есть и прокуратура там никак не отреагировала и так далее. То есть и насчёт отклонений. То есть люди, наверное, и не против отклонений каких-то, да, серьёзных, если приведено там конкретное какое-то обоснование нормальное, геологическое там и так далее. И согласились. Потому что в городе есть такие примеры, правда, ну, много там уклонов и так далее, что, ну, можно там превышать на несколько этажей, пожалуйста. Но, ну, когда всё по закону, там, всё по стандарту проведено, то люди, если они даже не участвуют, они просто могут посмотреть, и они, ну, ладно, всё. И глава города задним числом не исправляет документы и не обосновывает там правильность. Михаил Шевелёв. Мне кажется, тут ещё, ну, вообще, самую большую важность имеет процесс. Потому что в этом процессе повыходит, ну, такая, как скажем, повышение гражданской самосознательности, повышение вот этих вот знаний, повышение такой, происходит определённый ликбез. Мне кажется, что на самом деле мы сейчас все находимся в стадии, как скажем, обучения местному самоуправлению. Этого у нас никогда не было, ну, или было это когда-то давно, давно-давно, когда земства были, когда ещё. Вот это изменение сознания, то, что город, город, это не какой-то там, не знаю, там, непонятно принадлежащий кому-то актив, скажем так, да, которого получают дополнительные бюджетные доходы кто-то, вот. Вот, а, это действительно город принадлежит жителям. И вот как это осознать, как это работать на практике, как это должно, собственно говоря, применяться, и какие тут есть права, и как им можно пользоваться. Вот это вот сами вот такие моменты, они вроде бы, ну, изначально нематериальные, но они очень важны. И в процессе создания стандарта, на мой взгляд, вот даже то, что там в 15 городов собрались, там, да, у каждого там было там по 20, может быть, там, годов 50 человек. Вы представляете, какая масса людей, собственно говоря, задумалась, пообщалась и услышала друг друга. Потому что вот, наверное, Игорь не даст соврать, те же публичные слушания, там есть регламенты, там есть правила, есть классно составленное и подготовленное публичное слушание. Но если люди не знают язык друг друга, они как слушать-то будут друг друга? Тут даже просто послушать-то бывает тяжело. И вот это вот понимание языка друг друга, выстраивание одной вот цепочки, что ли, причинно-следственных связей. Мы сегодня задумались о том, какая должна быть ливнёвка. Завтра мы подумали о том, как эту ливнёвку вписать в, там, дизайн-код, там, улицы. Послезавтра мы при составлении задания учли все пожелания, которые люди высказали. И таким образом, ну, собственно, не просто уже там появились деньги, надо быстрее сделать, и мы там в пыльной полке достаем какой-то там проект, там, 90-х годов, и быстро там делаем парк. И закатываем федеральные деньги туда. Закатываем федеральные деньги непонятно куда. А вот именно то, что разумно, со здравым смыслом подходим к тем возможностям, тем, на самом деле, очень небольшим, маленьким возможностям, которые он отуществует. Тут ещё вопрос латания дыр здесь и сейчас, в бухивании денег по старым технологиям, или грамотный комплексный подход уже, да, когда все осознают, что вот так деньги будут работать долго. Ну да, и там не на какой-то выборный период, когда год-два там работает, пока свой созеф и так далее. Понимаете, если мы будем тратить деньги на латание дыр, люди-то уедут, и в конце концов мы в итоге-то останемся тем, что мы вроде бы много всего сделали, мы вроде бы много всего поработали. Вот я езжу по деревням много. Ведь больно смотреть на разрушенные храмы, ведь больно смотреть на огромные пустующие помещения. Они строились прицелом на то, что здесь всегда будет город-сад, и люди будут здесь жить. Но они оттуда уехали, и это всё развалилось. Поэтому тут важнее нужно вкладываться в людей, нужно вкладываться в горожан. И вот этот вот стандарт... Вовлечения. ...вообще. То есть это, по сути, посмотреть на людей и сказать, что... Ну, обернуться к ним лицом, то, что сейчас происходит повсеместно, этот тренд, да. Это, по сути, ну, просьба о том, что вы, ребята, никуда не уезжайте, вы здесь работаете, развивайтесь, мы вам даём, собственно говоря, эту возможность, а к этим возможностям есть ещё и бюджетные какие-то ресурсы. Важный ещё, кстати, вот момент, мне кажется, вот то, что с депутатами происходит в этих процедурах, потому что здесь появляется как раз вот такая взаимная важность и поддержка, появляются связки, когда депутаты с общественниками вообще связываются. И, ну, как бы уже такая грань, вот вы должны, вы и делаете, она начинает как бы исчезаться. Есть очень много муниципалитетов, я в последнее время знаю, там, по Пермскому краю, там, где-то там, Московской области есть там, ну, у нас, к сожалению, таких примеров пока не могу привести, вот. Но когда приходят новые молодые ребята, приходят новые целые большие там группы местных депутатов, которые, по сути, забирают через выборный процесс город и начинают им руководить и управлять так, как они видят и знают. Это очень классные примеры, то есть, когда это не просто политическая вертикаль, которая выстроена, и через эту политическую вертикаль туда сбрасываются какие-то финансовые ресурсы, вы тут как-нибудь поживите, мы вам дадим денег, а когда действительно появляются у городов хозяева в виде публичной, в общем-то, власти. Вот Михаил, кстати говоря, Ковязин пришел не по политической вертикали. Не по политической, да. Не вообще, это там, да, представители. Кстати, надо сказать, что и активисты, молодые, уже повзрослевшие, стали задумываться о переходе в депутатский статус. Ну, Москва это очень ярко показала, да, на последних выборах. И здесь тоже такие есть настроения. Как вы это прокомментируете? Ну, я бы добавил, я лично считаю, что если действительно депутат прошел не по спискам, то он тире общественник, потому что я считаю, что, повторюсь, там просто в разном уровне. Я там общественно работаю. Общественной работой занимаюсь достаточно давно, но на локальном уровне, который называется филейка. Естественно, не в том ключе, наверное, как мои коллеги не так глобально больше по хозяйственной части. Поэтому, безусловно, вопрос вовлечения, он очень важный. Потому что, на самом деле, что вот меня очень сильно беспокоит, это достаточно слабая инертность большинства, к сожалению, большинства жителей, которые побуждают делать так, что за них все решают. Вот, ну, вы сделайте, а мы там или согласимся, или будем кричать, что нам плохо. Я говорю, давайте, давайте что-то делать. Там, еще раз говорю, на примере отдельно взятого дома, двора, ТОСа, микрорайона, когда, к сожалению, какая-то низкая активность, она побуждает к тому, что ничего не происходит или происходит не так, как есть. А вот это все, о чем вы говорите, это осознают люди себя гражданами или не осознают себя гражданами? Вот, кроме шуток, полисадник и что ты с ним делаешь, это тоже осознание себя гражданином на этом уровне. И принятие на себя обязательств каких-то и ответственности. Конечно, нам очень... И, кстати, очень хорошо опросы телевизионные там и радийные показывают на наших улицах, когда ты говоришь, там, элементарно человека там показываешь, ушел сити-менеджер. Что он сделал? Да ничего не сделал. А покажите его фотографии. Это он или не он? Вот клянусь, процентов 80 скажут, а кто это? Но он ничего не сделал. То есть вот информирование, о чем вы говорили в самом начале, мы сделали вывод, что этап информирования, он везде, информирование на всех этапах должно присутствовать. Вы помните, у нас был эксперимент по общественным, опять же, слушаниям, вот этим публичным или общественным слушаниям, когда люди тоже кричали, что... А мы не знаем, нам не сообщают, где общественный слушание. Вот они прошли мимо нас. У нас тогда на Эхе был эксперимент полугодовой. Мы сами это инициировали, потом подхватили другие СМИ. Мы прямо каждый день долбили. Пройдут общественные, публичные слушания, такие даже по самым мелким каким-то вещам. Не только глобальные, а по самым мелким. Нам было интересно, вот когда ты долбишь много, больше людей придет или нет? Я вам хочу сказать, что стали больше об этом говорить, но на уровне СМИ. А приходить больше людей на общественное слушание не стало. Светлана хотела что-то сказать. У нас остается минута. Я в Казани увидела, как происходит. То есть были общественные слушания, и стулья были поставлены аудиторией, то есть амфитеатром. Вот есть выступающие, которые презентуют свой проект, и есть слушатели. Вот. Пришла организатор соучаствующего в проектировании и говорит, стулья поставлены неправильно, они должны быть в круг. И она поставила их в круг, и все. И началось обсуждение о неслушании и высказывании недовольства. И вот у нас остается полминуты, Миш, например, который ты до эфира проводил в одном из северных городов. То есть это очень важно, все эти форматы, стандарты очень важны. Нужно уметь действительно работать. То, что Светлана привела пример, это правильно. Потому что просто разговаривать, ну, ради разговора, неинтересно. В северном городе была следующая ситуация. Отличная администрация хотела помочь своим жителям, но не по примеру, как бы мы за вас придем и все сделаем. А, собственно говоря, мы даем денег, вы собираетесь. И они собрались, и активисты собрались, и они пришли. Но так как холодно, поставили палатку. И в палатку попало только 20 человеков, и 60 пришельщиков, скажем так. 20-то все обсудили, и они классно проговорили, они все обсудили. Но они вышли и сказали, ребята, мы все порешали, все, будем делать детскую площадку. И те 40, которые они вошли, эти 20 просто сразу же закошмарили. Съели их. Потому что не дали возможность просто не высказаться, не поговорить, не услышать. Просто создать возможность для людей услышать и, собственно говоря, поучаствовать и понятную возможность людям. Это решает множество проблем и рисков на будущее. Спасибо, Михаил Шевелев, Светлана Кейкина, Игорь Багин, Михаил Ковязин. Первый час дневного разворота завершен. Новости, тематические программы и реклама. Новости, тематические программы и реклама.